О том же шестое слово о Пасхе. Священные лучи света Христова уже засияли, и ясные звезды чистого духа взошли. Небесные же царские власти открыли сокровищницы божества. Ночь долгая и темная поглощена, мрачная смерть сокрыта, жизнь всем открыта. Все полно неистекаемого света, восток востоков господствует над всем. И рожденный прежде Деницы, бессмертный, великий Христос, является перед всеми светлее солнце. Теперь наступает долгий, вечный и неугасающий для нас верующих светлый день. Пасха таинственная, образно совершавшаяся во времена господства закона. Пасха – достойное удивления дела божественного совершенства и силы. Поистине праздник и вечный живой памятник. Из страсти-бестрасти, из смерти-бессмерти, из умерщвления жизни, из поражения-исцеления, из падения-восстания, из нисхождения-восхождения. Так Бог производит великое. Так из невозможного творить неожиданное. Для того, чтобы можно было узнать, что для Его одной воли все возможно. Итак, пусть закон устанавливает эти образы. Пусть ангел изъясняет, возвещая великое пришествие великого царя. Пусть предуказывает истину теми событиями, при которых множество египетских первенцев умерло. А Израиль был спасен таинственной кровью. Это все тень будущего. А у нас исполнение, уподобление и осуществление образов. Вместо тени сама истина во всей своей точности и твердости. Там агнец из стада. Здесь агнец с небес. Там знак крови, на время отклонявшей опасность. Здесь своло, сосуд полный божественной крови и духа. Там овца из стада. Здесь вместо овцы сам пастырь, как овца, веденный на заколание. Вот каким образом те события предвозвестили все целое спасение. Одни лишь образы, и те оказались спасительными. Да возрадуются же небеса небес, как вопиет божественный дух, возвещая славу Божию. Да празднует небесные ангелы и архангелы. Да торжествует и все небесные силы в виде верховного вождя вышних воинств, телесно приходящего в образе ходатая. Да празднует хоры звезд, показывая вошедшего прежде денницы. Да празднует и воздух, неизмеримо простирающийся в глубину и широту. Да празднует морская вода, удостоившаяся священных следов и хождения. Да празднует и земля, омытая божественной кровью. Да празднует и всякая человеческая душа, возрожденная воскресеньем. Это Пасха, общее торжество всех, вследствие исполнения отеческой воли в мире. Посольство Христа, божественный восток над землею. Ангелов и архангелов вечный праздник. Жизнь бессмертная для всего мира. Смертоносная для смерти. Нетленное небесное блаженство для людей. Священное торжество, предвозвещение древних и новых таинств, видимых на земле и на небесах. Созерцаем их теми, кто принял их новыми и священным познанием. Вот что можем мы вкратце сказать об этом предмете. Таков всенародный праздник Пасхи. Для того, чтобы и нам принять некоторое участие в слове, как бы в пиршестве, не земном, но небесном питаясь, пусть вкусим и мы этой мысленной Пасхи с духовным желанием, как и Иисус возжелал есть с нами Пасху. Вот мы вкратце скажем сначала о том, что гласил закон о Пасхе, и как он осуществлялся, и почему закон был дан после оставления Египта. Затем покажем и то, какова цель установления Пасхи, и какое это таинство Пасха. Все и во всех отношениях превосходящее. Приведем прежде всего самые слова Священного Писания, чтобы затем легче и удобнее было рассмотреть с возможной обстоятельностью. Исход 12 глава 1 по 15 стих. «И сказал Господь Моисей Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами. Скажите всему обществу сынов Израиля в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Такими чертами Божественное Писание предизобразило таинственно наш священный праздник. Исследуем же тщательно и с возможной обстоятельностью, прочитанной сейчас, «Изъясняя с помощью ваших молитв глубокие тайны Писания, не искажая истины написанного, но проникая в действительный смысл того, что обличено в предложенные здесь образы. Ведь Искинию Божественный Дух повелел устроить Моисею, «Как покажу я тебе», — сказал он, — «так устрой ее». То, что усматривается нами через посредство прообразов, таинственно мыслится, как первообраз, как подлинник, совершающегося на наших глазах». 946. Скажем, во-первых, о том, какой это месяц, начало месяцев. Почему этот пасхальный месяц делается первым между месяцами года? Во-вторых, что это за агнец, отделяемый в десятый день месяца? Агнец совершенный мужеского пола однолетний. Кто это сосед и кто ближний, принимаемый в дом для вкушения Пасхи? Почему агнец сохраняется до 14 дня и закалывается к вечеру? Почему закалывает его все множество собраний сынов Израилевых к вечеру? Что означает кровь на двух столбах и на перекладине? Почему едят мясо ночью, и притом печеным на огне, а не сырым и не вареным в воде? Почему едят голову с ногами и внутренностями? Почему не ломаются кости? Что такое преснокие горькие травы? Для чего это? С поспешностью есть Пасху. Какие это чресла должны быть подпоясаны? Что это за сапоги на ногах? И что такое эти посохи в руках? И вообще, что означает эта Пасха Господня? И почему кровь для тех домов, на которых она будет иметь, будет иметь такую силу? Что увижу, говорит Господь, кровь и покрою вас. И не будет на вас язвы, чтобы вы не погибли, когда поражу землю египетскую. И для чего и павильона с тем днем есть опресноке. Вот образы, символы и тайны. У израильтян зримо бывавшие, у нас же духовно совершающиеся. Немного побеседовав об этом, мы таким образом дойдем до тайн истины. Как понимать пришествие Иисуса Христа после закона? Почему Он пришел, и при том с телом? Что за Пасха, которую Он желал есть с нами? Почему Он, словом воскрешавший мертвых, не посрамил смерть со всем, оставшись живых? Почему претерпел крест даже до смерти? Что означает терновый венец, которым он был украшен, или уксус и желудочек, который он пил? Что означает пронзенное ребро, из которого вытекла вода и кровь? Почему молился Он о том, чтобы миновала его чаша, которую он должен был выпить до конца? Кто эти разбойники, распятые вместе с Ним, и который из них в раю? Почему дух предается в руки Отца, а тело полагается в новом гробе? Что означает слова «Со мной будешь в раю» в применении к нынешним обстоятельствам? Что означает три дня, которые он пробыл под землей? Почему первыми видят Его женщины, и объявляющие радостную вещь, говорит «Жены, радуйтесь». Вот наше яство во время священного праздника, вот трапеза духовная, вот бессмертная пища и наслаждение. Вкусив хлеба с небес, и спив чашу радости кипящую и огненную, потому что кровь согрета свыше горячим дыханием, возвратившись к слову, покажем сначала, каков был закон и каково домостроительство закона. Таким-то образом, из сравнения мы узнаем, что такое слово и что свобода слова. Закон, данный через Моисея, есть совокупность разнообразных и необходимых учений, общеполезное собрание всего хорошего в жизни, таинственное подражание порядкам небесной жизни, светильники, посвечники, огонь и свет от безгорнего света. Закон, данный через Моисея, есть прообраз благочестия, пособие в добром порядке жизни, сдержка для первого греха, намек на будущую истину. Закон, данный через Моисея, есть наказание египетского заблуждения, написанное перстом Божиим, потому что иначе бы высокая рука сохранялась. Закон, данный через Моисея, наставник благочестия, путеводитель к справедливости просвещения слепых, воспитатель неразумных младенцев, оковы для дурно поступающих, узда для жестоковынных, принудительная ига для зложелательствующих. Закон, данный через Моисея, воспитание мудрых, упражнения в делах необходимых, училище для познания мира, предводительное наставление, приходящая тайна. Закон, данный через Моисея, есть символическое, состоящее из намеков, сокращение будущей благодати, возвещающее образами исполнение будущей истины жертвами. Святую жертву, кровью, кровь, агнцам, агнцам, голубям, голубя с небес, жертвенниками, первосвященника, храмом, дом божества, огнем, жертвенным, весь вообще свет свыше озаряющий мир. Раскроем же здесь таинственный смысл закона. Прежде всего, необходимо было явиться закону именно после выхода из Египта, чтобы искоренить зло в душе, всецело отдавшееся вещественному, сердце, настроившимся по-египетски, срезать наподобие плуга внутреннее густо разросшееся терния помыслов, провести борозды в глубине души, обновить душу для восприятия божественного небесного слова. Поэтому справедливо божественный дух вопиет. Ибо так говорит Господь к мужам Юды Иерусалима, «Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Иеремия 4.3 Поэтому и Пасха таинственно начинается прежде всего из Египта. Пасха – это первый удар мрачному идолослужению, таинственное отсечение безбожного идольского безумия, справедливое ночное поражение первородных семян заблуждения. Известно, что Египет испытывал избиение первенцев, и умирало целое поколение, которое было рождено, с той цели, чтобы жестоковынный фараон, не вразумившись первыми казнями, хотя и поздно вразумился, а Израиль так необычайно был спасен. Бог же прославился во всем. Множество египтян казнится, а у Израиля празднуется Пасха, которая называется поэтому Пасхой, в празднестве Господнем, и в которой сокрыты многие священные тайны человеколюбия Божия. А смысл всего этого следующий. Египет – это большой и мрачный образ темного и глубокого заблуждения. Здесь именно возникли первые зачатки того обмана, в силу которого тельцы и рыбы, звери и птицы, и все подобного рода живые существа были боготворимы и почитаемы за богов. Вот почему, когда открылся с небес справедливый гнев, и большой ужас объял всю землю, тогда прежде всего уничтожается суеверное и безумное идольское заблуждение, потому что во всех богах египетских в эту ночь по земле египетской поражу всякого первенца, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Исход 12.12. Казнь обрушивается на всех первенцев, так как усвояя себе самую отдаленную древность, египтяне содержали самое древнее служение идолам. Казнь совершается среди ночного мрака, потому что мрачны, печальны, неприятны и беззвучны были требящие темных дел и демонов. Я и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступить день Господень великий и страшный. Иоиля 2.30.31. Горе желающим дня Господне! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же! Как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его? Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Амоса 5.18.20. Кровь же в знак печати Христовой, это мое таинство. Знак не означал сам по себе истину, а только указывал на будущую истину. Всех тех, которые имеют знак крови на душах своих, подобно помазанному на домах, как изображено в законе, всех их пагубная казнь минует, и на которых, говорит, домах увижу кровь и покрою вас, и не будет в вас поражения, чтобы не погибли вам, когда буду поражать землю египетскую. Итак, кровь является здесь знаком предохранительным, как для домов, так и для душ. Ведь и душа, божественным духом и верою уготавляется в священно-приличное жилище. Этот-то знак и предохраняет верующих. Таково таинственное значение Пасхи для всего мира. 948. Послушай, какое значение имеют частности, которые мы и попытаемся объяснить, насколько это нам по силам. Что именно здесь истина, это известно Богу Слову, устроившему священную Пасху ввиду себя самого и ради себя самого. А нам, как людям, пусть будет дано снисхождение, если мы в чего-нибудь и ошибемся. Обратившись к прежнему, объясним прежде всего это выражение. Месяц – начало месяцев. Почему месяц Пасхи есть первыми же месяцами года? Тайное еврейское предание говорит, что это именно то время, в которое Господь, времен и Творец, Бог, некогда все создал. И это есть первый цвет создания, «Красота мира», когда сам Творец мысленно видел всю красивую картину, стройно двигающейся, украшенную благоустройством небес, благоприятным сочетанием времен года, правильным движением солнца, восходом еще не ослабевшего света и уже украшенную рождением плодов, быстрым ростом растений, светистыми побегами деревьев, уже нарождающимися поколениями стад, когда вся земля уже зазеленела, а цветущие плодовые деревья готовятся принести плод, когда земледелец, отвязав ярмо от плуга, дает отдых скрипучей телеге и, бросив землю божественные плоды, ожидает сверху небесных дождей, когда пастух уже доит белое молоко, когда пчела делает сладкие соты, лепя из воску, когда корабельщик, радуясь блестящему морю, смело пускается с корыстолюбивыми замыслами синие волны. Этот момент всеобщего согласия и полного благоустройства это, так сказать, благодатное время, весна во всей своей прелести и есть первый начаток времени. Для меня это несомненно, я так думаю и даже уверен, что началом, главой и первым вождем всякого времени должен быть, считаем, именно месяц павший. Во время которого совершается и священно действует это великое таинство, чтобы как Господь от начала и спервородный первенец всего мыслимого и невидимого, так и этот месяц, вследствие значения священного торжества, сделался первым месяцем года и началом всякого времени. Это тот самый год, лето, о котором священное писание говорит, проповедовать лето Господне благоприятное, овца есть священная жертва, сам он как овца, говорится, веденный на заколание и как агнец пристригущем его безгласен. Иоанн говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, совершенный агнец и однолетний, совершенный, как считается на земле, год считается мерой времени на земле, делая круг и обращаясь к самого себя, этим круговым движением и обращением самого себя, уподобляется неизмеримой вечности. То, что агнец берется в десятый день месяца, имеет большое символическое значение. Промежуток времени до Евангелия был запомнен законом. Самым же главным мучением в законе служат десяти словия. И вот именно после десяти заповедей закона приходит таинственный агнец с небес. Сохраняется агнец в продолжении нескольких промежуточных дней, в чем в Писании обозначается время пребывания Христа во плоти, дострадания и содержания его под стражей в доме первосвященника. Допускаемый к едению агнца ближний, сосед, это я, потому что ты, Израиль, не вместил в себя агнца. Затем агнец закалывается к вечеру, потому что также и священный агнец умерщляется на закате солнца. Закалывает агнца все многочисленное собрание сынов Израилевых. И действительно, весь Израиль в своем неверии принял на себя вину за ту драгоценную кровь. Весь Израиль в то время убивавший и до ныне неверующий. Поэтому против них свидетельствует Божественный Дух и говорит, «Руки ваши исполнены крови». Притолока, помазанная кровью, это церковь. А два столба, это два народа, потому что спаситель не довольствуется тем, что сначала послал к тебе Израиль. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». «Я как собачонка сидел у чужого стола, не имеющего возможности есть хлеба, но собирая падающие крошки и питаясь о чужой пище». «Но после того, как ты не узнал манны с небес, хлеб был перенесен через веру ко мне, и я вместо собаки, сделавшись уже сыном, ем мясо. Померк свет мира перед великим сиянием тела Христова. Примите, едите, сие есть тело мое». «Мясо печеное на огне, огненное ведь мысленное тело Христа». «Пришел неизвест огонь я на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся?» «Несырое мясо, чтобы слово было нетрудное, полезное и приятное, и несваренное в воде, чтобы слово не было слабым, водянистым и растворенным». «Голову с ногами и с внутренностями». «Начало и средина, как невидимый совет». «Ноги, как человек». «Голова с ногами и внутренностями». «Начало, средина и конец» все содержит, заключает и соединяет в себе самом неразрешимыми связями, сделавшиеся действительно посредником между Богом и человеками. «Голову с ногами и внутренностями». «Высота, глубина и широта суть утверждения земли». «Закон и слово», «как совет». «Как прекрасны ноги благовествующих мир». «Кость его не сокрушится, чтобы удостоверить воскресенье с телом». «Принеси», говорит, «подай персты твои и вложи в язвы от гвоздей, чтобы знать, что дух плоти и костей не имеет». «Опресники, ешьте с горькими травами, потому что горькие они для тебя и знаменуют горькие дела». «Земля ваша пуста, города ваши огнем пожжены, страну вашу перед вами чужие поедают». «И опустела и низвратилась от людей чужих». «Ешьте пасху с поспешностью». «И, конечно, всякому намеревающемуся приступить к такому делу должно быть добрым и трезвым. Сресла ваши припоясаны, должны быть оставлены природные путы, плотские стремления и грязные удовольствия. обувь ноги ваши, чтобы пути были правильные, опоры не кривые для утверждения истины, сандалии ваши, которые Моисей развязал, а Христос подвязал на ногах ваших. Сними, говорит, обувь твою, чтобы видно было временное значение закона, в которого недостойно развязать ремень обуви, чтобы показать всеобщее значение заключенного договора и посох в руках ваших, знак божественной силы, опора мыслительной твердости. Жезл для Моисея, жезл для Орона, жезл ореховый, жезл разделяющий бездны морские, жезл подслащающий горечь источников, жезл, на котором покоятся семь святых даров Духа Божественного, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благоденствия, Дух страха Божия, исполнить его, это Пасха, Пасха Господня. Возгласил Дух, потому что она не образ, не вымысел, не тень, но Пасха истина Господня, кровь, знамение, знамение будущей истины, прообраз истинного Духа, подражание великому помазанию. Я увижу кровь и пройду. Поистине, Ты укрыл нас, Иисусе, от великой гибели, протянул отеческие руки, скрыл нас под своими отеческими крыльями, пролил божественную кровь на земле и совершил примирение, запечатленное кровью Твоею по человеколюбию Твоему, удалил от нас грозный гнев и восстановил для нас тот древний мир. Итак, пусть те едят опресники семь дней, наблюдая седьмеричное время в мире и вкушая определенную законом на земле земную пищу. Наша же Пасха жертва Христова. У нас новое тесто для Его священного смешения, для того, чтобы всецело, заквасившись лучшую силою, нам соединиться с Духом Его. И самое Царство Небесное, я заквасил смешанной закваской соответственно трем мерам пшеничной муки, отсюда и Пасха. Пришлец да не ест, я не бросаю жемчика перед свиньями, не даю святого собакам. Служащий прежде греху пусть обрежет сердце, и освободившись от горького рабства, приступит затем с достоинством к таинству. Тогда, имея независимость, будем свободно есть Пасху, потому что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Галатам 3.13 951 В одном доме должно есть не выносить мясо из дому. Исход 12.46 Одно есть собрание и один есть дом. Это церковь, в которой вкушается священное тело Христово. Поэтому из единого дома церкви тело не выносится вон. Вкушающийся в другом месте, как нечестиец и вор, будет наказан. Закон один будет свободному и пришельцу. Где Христос, там свобода всем. Раенство один закон. Все приобретены драгоценной кровью. Поэтому ты более уже не раб, более не иудей, но свободный. Все мы свободны во Христе. Слушай же, слушай, после прообразов и ветхозаветнего домостроительства, каково домостроительство по пришествии Христа на землю. Что такое пришествие Христа? Избавление от рабства, освобождение от прежней нужды, честь усыновления Богу, источник отпущения грехов, поистине бессмертная жизнь во всех. Видя свыше нас, мучимых смертью, связанных узами тления, направляющихся по одному неизбежному и бесповоротному пути, пришедшие и приняв первоначальный по совету отеческому образ, слово не ангелам, не архангелам поручило служение в нас, но само приняло борьбу за нас, повинуясь отеческим заповедям. Так как чистый божественный дух для всех был недоступен и на все могли чувствовать непосредственное влияние его, он сам добровольно собравшись пришел таким, каким пожелал, не сделавшись сам по себе ни меньше, ни хуже и не утратив славы и вследствие избытка отеческого могущества, не лишившись того, что имел, но прибавив еще и то, чего не имел. Пришел он таким, каким могли его принять, а так как нужно было какое-либо вместилище для божественного духа, чтобы первые стали участниками человеческой природы и существа, то очистив и сопричислив, отделив и отбросив то, что было грязно и не нужно, чистое же, ясное и светлое озарив, осветив блеском, окружив сиянием, воспламенив, сделав небольшим храмом, воспитав целомудрие и, так сказать, возведя до степени ангела, он телесно принял на себя человеческий образ, происхождение имея духовное, восток, вид же получил человеческий, вот почему священное писание весьма таинственно и обрисовало его, говоря так, сказал ему, так говорит господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создав храм господень, Захария 6,12, восток именно как бы по духу, а муж по телу, ангел сказал ей в ответ, дух святой найдет на тебя и сила всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном божиим, так как происхождение его было необычайно и божественно то естественно и дух удивился говоря род его кто исповедает четыре существуют отличительные номинования божественности которые более других уместны когда идет речь о духе это господство божественность сыновство и царство вечное смотри же не удостоился ли он получить эти добродетели и славу сначала смотри он господь и сказал господь господу моему сидя десну и меня видишь ли что он господь от господа смотри он и сын его тот призовет меня отец и я первенцем на реку его и сын мой ты я ныне родил тебя проси от меня и дам тебе народы в наследие видишь ли что он сын первородный и единородный смотри он и бог мужи высокие придут и в тебе помолятся и в тебе поклонятся и вслед тебя пойдут связанные узами ты есть бог потому что нет иного бога видел что он бог смотри он и вечный царь престол твой божий век века жезл правоты жезл царствия твоего возлюбил правду и возненавидел беззаконие поэтому помазал тебя божий бог твоим радости более соучастников твоих видел что он царь смотри он будучи царем и господом сил поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечными вечными и войдет царь славы кто сей царь славы господь сил он есть царь славы слава 23 7 10 видишь ли что он будучи царем есть и господь сил а из дальнейшего ты усмотришь что он был и вечным первосвященником клялся господь и не раскаяться ты священник вовек поэтому если он и господь и бог и сын и царь и господь сил и вечный первосвященник то когда хочет он есть и человек кто познает его без сомнения по виду он человек а предвечно бог а чтобы он не показался по мнению людей случайным и не имеющим происхождения призраком или духом явившимся на земле слушай что он был и младенцем слушайте дом давыдов разве мало для вас затруднять людей что вы хотите затруднять и бога моего и так сам господь даст вам знамение все девы во чреве примите родить сына и нарекут ему имя эммануил и восхотел без сомнения этот великий Иисус и пришел к нам как бог и человек никто не должен сомневаться господственное вместилось в человеческом теле так же и Адам первое таинственное дыхание отца получил на земле будучи перстью потому что божественный дух не терпит вреда по воле Божией соединяясь с телом если первое персть вмещает священного духа одушевленное тело вмещает бессмертную жизнь Христову поэтому когда бы дух только пришел в того кто был порабощен греху и смерти то великое явление тела было бы излишне если бы ни грех ни смерть не были побеждены но надлежало и греху быть уничтоженным потому то он греха не сделал и не было леси в устах его поэтому то он облегся сначала в это бедное и смертное тело как говорит о нем дух нет в нем ни вида ни величия и мы видели его и не было в нем вида и мы отвращали от него лицо свое он был обезображен паче сынов человеческих в подобии плоти греховной и осудил грех во плоти показав что не больные нуждаются во враче но болящее он лечил наши немощные тела особенно исцелял болезни могущественные силы чтобы исполнилось сказано я господь бог призвал тебя я держу тебя за правую руку и укреплю тебя в завете ради рода моего во свет язычникам отверзать очи слепым и вывести связанных на свободу я господь бог это имя мое услышите глухие слова книги и сидящим во тьме воссиял свет тогда вскочит хромой как олень и язык немого будет петь после того как зло по частям было уничтожено последним врагом не спровергается смерть где твое жало 954 такова была пасха которую иисус восхотел принести за нас страданием он освободил нас от страданий и смертью победил смерть и через видимую пищу даровал свою бессмертную жизнь вот спасительное желание иисуса вот высочайшая духовная любовь представить образы как образы а священное тело дать ученикам своим примите едите сие есть тело мое пейте из нее все сказал он и подал им чашу поэтому он не столько желает вместе есть сколько страдать чтобы через кушение освободить нас от страдания поэтому водрузив вместо того древа древо крестное пригвозив на нем руку послужившую некогда праосу для греха он показал что вся жизнь поистине висит в нем ты Израиль не мог есть мы же с твердым знанием духовно вкусили и вкусив не умираем это дерево служит для меня к вечному спасению в нем моя пища и угощение в корнях его я имею опору вместе светильями его распространяюсь его духом как воздухом живу под тенью его я устроил шатер и укрываясь от сильного зноя имею здесь прохладное убежище светусь его цветами вполне наслаждаюсь его плодами и беспрепятственно вкушаю плоды сбереженные для меня от начала это пища для утоления моего голода источник для утоления моей жажды покров для моего обнаженного тела тут и листья дух жизни а не листья смоковницы когда я страшусь бога оно для меня защита когда колеблюсь опора когда веду борьбу награда когда победил знак победы оно для меня маленькая тропинка узкая дорога оно лестница иакова по которой восходят и нисходят ангелы а наверху утверждается господь это дерево весьма высокое простирающиеся от земли до неба бессмертное насаждение утвердившееся в средине между небом и землей опора и утверждение для всего подпора всей вселенной оно есть мировая связь содержащая в себе сущность разнообразного и человеческого бытия оно скреплено невидимыми духовными связями чтобы соединившись с божеством волей уже не отрешаться оно вершинами касается небес а ногами упирается в землю неизмеримыми же руками обнимается всех сторон все что находится в средине весь всецело был он везде и во всем и единственно по своей воле обнаженным выступил против воздушных властей в этой борьбе как бы под влиянием минутной слабости он умоляет чтобы миновала его чаша показывая тем действительность своей человеческой природы но затем помня ради чего он послан и желая выполнить домостроительство он снова возглашает но не моя воля но твоя да будет дух бодр а плоть немощна в борьбе за душу подобно победителю он сначала принимает на священную главу венок из терния сняв с земли все прежнее проклятие очистив божественной главой землю от терния умножившуюся под влиянием греха пьет горько кислую желчь дракона тот кто все источники сам сделал для нас приятными желая разрешить дело жены и сохранить ее сначала явившуюся из ребра и принесшую смерть он сам отдал на пронзение свое священное ребро из которого вытекла священная кровь и вода совершенные и священные знаки духовного таинственного бракосочетания усыновления и возрождения он крестит вас духом святым и огнем водою как духом а кровью как огнем тогда же с ним вместе распинаются два разбойника знаменающие с собой два народа один из них после раскаяния становится благомыслящим выражает после примирения исповедания и делается благочестивым по отношению к господу другой же будучи жестоковыным волнуется остается неразумным по отношению к господу и нечестивым и охотно остается при прежних заблуждениях так и в душе борются два течения мыслей одно из них отстраняясь от прежних заблуждений направляется к господу почему после покаяния и удостаивается человеколюбие и чести другое же не может заслужить оправдания потому что не поддается перемене и до конца остается разбойником когда мировая борьба приходила к концу когда победитель был уже близок к победе и не превозносясь как бог но и будучи побежден не будучи как человек перед лицом всей вселенной воздвигал уже свое победное знамя и сам себе торжествовал над посрамлением врага тогда-то все изумилось перед силой терпения тогда-то небеса поколебались силы небесные престолы и законы пришли в смятение в виде висящем на древе верховного вождя великой силы немногого не доставало чтобы звезды попадали с неба в виде закатившуюся деницу на некоторое время померк даже огонь солнца в виде великий свет мира помрасившимся тогда камни на земле раскололись обличая неразумие Израиля не узнавшего того духовного камня из которого пил пока был послушен разодравилась церковная завеса сострадая Христу и показывая поистине небесного первосвященника едва ли не разрушился бы и не уничтожился от страха страдания весь мир если бы великий Иисус не испустил божественного духа сказав Отче в руки твои предаю дух мой когда все было поколеблено и потрясено когда все от страха пришло в волнение затем превосхождение назад божественного духа все стало снова одушевленным оживотворенным и твердым как будто божественное напряжение почувствовалось во всем и везде как будто распятие на кресте коснулось всего о единое в едином и все во всем пусть небеса имеют дух твой орай душу сегодня говорит буду с тобой в раю а кровь пусть остается на земле неделимый разделяется на части чтобы все спаслось чтобы самое низкое место не оставалось закрытым для божественного пришествия лица его мы не видели но голос его слышали так еще при жизни пользуясь царской властью он разрешил оковы смерти когда сказал лазарь гряди вон и девица восстала чтобы обнаружилась его могущественная власть а теперь из всего себя он отдал смерти чтобы умертвить ненасытного зверя уничтожить оковы которые нельзя было заполнить для бессмертного тела он повсюду искал свойственной ему пищи которая не связывалась бы каким-нибудь с ним удовольствием ни злобою ни с непослушанием ни вообще с древним грехом первой пищей смерти потому что говорится жало смерти грех и так как в нем не нашлось ничего что могло быть пищей для смерти то она оставшись сама по себе и лишившись пищи сама для себя сделалась смертью как пророчески и объявляли многие из праведных о воскресении первородного из мертвых он для того и перенесен перенес трехдневное пребывание в земле чтобы вместо закона самому спасти весь полна род человеческий может быть для того он и сделался тридневным чтобы в человеке восстановить во всей целости душу дух и тело по воскресении его прежде всех видят женщины как женщина вела в мир первый грех так первая возвещает и жизнь миру потому то и слышат женщины священный голос радуйтесь чтобы первая печаль сгладилась радостью воскресения чтобы до неверующих удостоверено было его воскресение из мертвых вместе с телом а как он всецело облегся внешним видом ветхого человека и облегшись им преобразовал его в небесный то этот вид соединивший с ним вместе с ним вошел и на небеса силы же небесные видя великое таинство человека уже в боге восходящего получив повеление возопили с радостью вышним воинством поднимите врата верхи ваши поднимите двери вечные и войдет царь славы видя это новое чудо человека садимного с богом в свою очередь воскресает и спрашивает кто сей царь славы господь крепкий и сильный господь сильный в брани кто есть царь славы господь сил он царь славы о таинственная помощь о духовное торжество о божественная пасха нисходящая с неба до земли и восходящая обратно от земли на небо о новое празднество всего мира о радость всего и честь и пища и наслаждения от которых мрачная смерть уничтожилась а жизнь распространилась на всех небесные врата открылись и бог явился человеком и человек вошел богом сокрушив врата адовы и расторгнув адамантовые узы и находившиеся внизу в земле люди воскресли из мертвых возвещая об этом тем которые находились сверху из земли появился хор о пасха божественная соединяющая теперь нас духовно с богом в полноте сходящим с небес через которого великий брачный чертог наполнился свадебными пирами и все несут свадебную одежду и никто не выгоняется как не имеющий ее о пасха просвещение новым светом украшение светлого свадебного шествия теперь не гаснут уже светочи в душах духовно и боговдохновенно во всех возжигается в теле и в духе огонь благодати поддерживаемый елеем Христа тебя поэтому и призываем Божия Владыка духовно вечный царю Христе простри великие твои руки на святую церковь твою и на народ всегда для тебя святый защищая сохраняя соблюдая наперед обороняя и предостерегая не излагая всех врагов побеждая и действующих невидимой силы противников как ты не изложил уже наших врагов возбивни теперь сам вместо нас памятник победы и дары нам вместе с Моисеем воспеть победную песен потому что твоя есть слава и держава во веки веков аминь